Сигнал тревоги Значит, метров сто Да, после тех тревожных сигналов пятнистого оленя и лангуров Раздался хрип в чаще кабанчика И, похоже, тем дело кончилось Но уже не дожидались, пока он наестся и пойдет к водопою А вот Здесь, на бережке Встретим день Ибисы тут поднялись Вот такая красота Тишь Лисок за спиной Но что самое интересное Вот те пронзительные крики, тревоги Доносились ровно из того же самого места Где четыре года назад Произошла встреча с двумя юными тиграми Вплотную Что подтверждает А вон две сороки Коричневые индийские Из травы взмывают А вот то лесенка Лесниками Обустроенная Они называют индусы это мачан Такая вот Такой вот настил На дереве Для наблюдения Да, так подтверждая Вон они пролетели Что тигры Территориальные животные Да, вот это вот Египетская птица Тот Птица Тота Тота Птица Красноголовый ибис Ай, красавец Ай, красавец А вот сейчас я вам покажу Кое-что совершенно удивительное Ровно четыре года назад Или почти ровно Девятого января В мой день рождения С Наташей Мы решили Отпраздновать его На мачане День рождения То есть На настиле Деревянным дощатом Расположенным В заповеднике Бор И вот Поднимаем мы Камеру И вы видите перед собой Это несчастье То есть счастье Конечно же Но сейчас Четыре года назад Глядя на вот это Вот Вот эти деревянные Лохмотья Жалкие Вот здесь мы Провели Ночь Девятого Января Тут была лесенка Ее уже нету Нарвали травы Настелили Было довольно прохладно И в общем Не очень Мягко и удобно Вокруг Шуршали Джунгли Но По прошествии Можно сказать Что это будут Прекрасные часы И дни Красота вокруг Неописуемая Здравствуйте Вот такой утренний в размыве. Изумительный лес, олежки стоят, вот немножко фокус появился. Вот и отец семейства продефилировал. Строгий дядя. Вот такие здесь крохотные листочки. Зима и храняют тиковые деревья. Вот они совсем истончились. Сквозь них можно как сквозь дымку смотреть на мир. Такой из фумата. Вот так. Такие контуры, материки. Рисунки воображения. Вот так и жизнь. Остаются вот такие произвольные контурные карты от жизни. Рисунки воображения. Рисунки воображения. Рисунки воображения. Рисунки воображения. Рисунки воображения. какой целый поезд бакланов приводнился и хотел высадиться на бережок но на мысе стоит большая белая цапля и они тормознулись но главный пионер вожатый вышел на берег стал между стаей и цаплей выждал что все в порядке выставил и уже после этого отправился к своим ну а свои уже тем временем рассеропились и занялись рыбным хозяйством а вот и он и вот так уединенно недвижно и почти незримо он может стоять долго долго и смотреть вдаль похоже вне здесь не сейчас а жизнь она где-то по ту его сторону жизнь вода женщины может быть это и его женщины он выбывает не только из их мира но окажется вообще из мира причинных суетных связей и где-то там в рукавах его взгляда живут медленные видения и он на миг поворачивает голову и видит берег озера где бродят солнечно дикие женщины с тонкими щиколотками и лицами изысканно чуткой не отдать левой красоты может быть это и его женщины они живут так будто его нет а когда он вдруг приблизится будет долгое удивленное узнавание он переводит взгляд поверх луга туда в световой размыв между землей и небом и и размыкает губы издавая глухой звук б б как будто поперхнувшись этим сослагательным наклонением бы жить бы путь бы бег женщины и долго кривясь в напряженном медленном танце сходится с самим собой и сойдясь идет изгибаясь за собой по кругу и опускается на колени и бьется лбом в свое отражение все неистовей пока она не разлетается осколками собираясь вдали в удаляющегося соперника кто он свидетель рая никто в зрачке которого конец времен никто живущий далию а они там у озера близью заплетая и расплетая тропы травы утренние зеркала его возвращение всегда не узнанный а их пребывание неизменно они девочки женщины живут в этом светлом мире рядом с легкими пылкими юношами упражняющимися во взрослости а он не в земном не в небесном облуждая и замирая между разный и единый во всех лицах они не видят его но всегда среди них найдется одна которая вдруг обернется к нему незримому встречным долгим долгим взглядом а